Красотка, скорость и адреналин в минувшие выходные в республике прошел конкурс «Летний кубок». За него боролись жакеи из Карачева, Черкесии, Дагестана, Ставропольского края и других регионов страны. Подробности у Алибаташева. 10 прыжков через 10 препятствий разной сложности за ограниченный промежуток времени. Высота препятствий возрастает с каждым маршрутом. Начинается с 70 сантиметров и достигает 110. В этом виде спорта большинству зрителей нравится красота выступления, скорость и адреналин. Судьями оценивается командная работа всадника и лошади, время прохождения и количество штрафных очков. Шрафные баллы назначаются за неповиновение лошади. То есть, если лошадь, допустим, не преодолевает препятствия с первого раза, то штрафуется четырьмя штрафными очками. За вторую закидку всадник уже снимается соревнований. Ну и за каждый повал каждого препятствия 4 балла. Так что всадникам нужно пройти маршрут чисто, преодолевать все препятствия, не сбив ни одной жерди и не сделав ни одной закидки. Ну и, соответственно, не дай бог падения, а то тоже всадник снимается с этого маршрута. Всегда виноват всадник, если вдруг что. Поэтому ложь никогда обвинять нельзя. Так же, как и мы надеемся на них, они так же надеются на нас. Поэтому это как бы парный спорт, где работают и всадник, и животное вместе. Представительница конно-спортивной школы Черкеска София Черкун на кобыле рапира буденовской породы прошла дистанцию быстро и чисто. Слаженность действий наездницы и лошади достигаются упорными тренировками и любовью к конному спорту, говорит София. Стараюсь тоже с ней больше заниматься, так, чтобы с ней было несложно. И она, в принципе, подчиняется. София, а что вас побудило вообще заняться именно конным спортом? Я с детства очень сильно люблю лошадей. И в 12 лет я попросила родителей, чтобы они меня записали сюда в конную школу, чтобы я шла все выше и выше по спорту. Одна из самых юных участниц соревнований – 12-летняя Елизавета Сенатова из Железноводска. Представительница конно-спортивного клуба «Держава» на кобыле «Астория» стала лучшей по результатам прохождения маршрута номер 4. Она не только занимается конным спортом, но и ходит в художественную школу. Я люблю рисовать, особенно лошадей. Рисую для себя. Что нужно для победы? Желание. Желание. И главное – доверять лошади. Иногда ты можешь ей помочь, а иногда она. А как ты ей можешь помочь? Где-то дотолкнуть перед барьером, где-то чуть-чуть сократить. Летний кубок проходил два дня. В конкуре выступили 35 спортсменов. 15 из них представители конно-спортивной школы «Черкеска». Наши землячки София Черкун и Динара Матмусаева возглавили списки победителей по отдельным маршрутам. Али Баташев, Ренат Муков. Вести Карачаева, Черкесия.